Вот она думает о парне, она лежит там, мечтает, она там, я вот одной девочке спрашиваю, я говорю, сколько вообще в часах ты думаешь про парня? Сама ситуация с Шерен, прям честно сказать, я сказал, ну какая-то ебнутая девочка, решила, короче, похайповать. Все, забыл ее, отпустил, а потом... Нужно охотой было нашим мужикам массировать. Скажем так, вот этот гормональный коктейль, он если качественно не реализуется, он оседает в болезни. Этим пользуются все политики, а они стоят к будущему, как? Жопой, упопой. Совершенно верно. Сто процентов государству выгодно, чтобы... Ты мусульманин, ты там, у тебя девушки все, ну казашки, они должны быть все закрытые. И вот он опять нарисовывается, почему? Привет. Да, да, вот это вот как вот тоже... Не спишь? Да, да, да. Благодаря тому, что я когда-то был, когда-то за границей, да, я учился сам в Малайзии. В Малайзии. Побывал там в России. И в Таиланде. Вот, в принципе, все, да, моя закрыть. Но в Таиланде я там, знаешь... В Узбекистане, наверное, тоже было? Не, в Узбекистане не было. Но когда в Таиланде я был, там мой мозг вот такой... Короче, было. Но сейчас я не про это. После окончания учебы, как я приехал в Казахстан, я начал четче убеждаться в том, что у нас очень многие люди на улицах злые. Мы очень часто ссоримся. Очень часто недопонимаем друг друга, да. Не можем просто о простых вещах на простом языке обсудить и переговорить, понять друг друга и так далее. Я вспоминаю свои бывшие отношения, я вспоминаю, почему я был неправ и так далее. И сейчас, мне кажется, вся проблема именно в эмоциональном интеллекте. Он у меня был когда-то суперлоу, да, прям низкий. Нет, не суперлоу, я не бытлоу, да. То есть никогда я не был бытлом, наверное. И сейчас я бы хотел насчет этого пообщаться, прояснить, что к чему. Сейчас еще есть такой момент. Многие зрители думают, что я супер тупой, вот я сейчас хочу типа понтонусо сказать. Я не тупой. Да, да, я не тупой, я подготовился. Первый момент, что такое эмоциональный интеллект? Я сейчас просто примерно, как я это понимаю, расскажу, и дальше вы уже объясните. Первый момент, первый уровень, наверное, это понимание своих внутренних чувств. То есть чувства оказываются как цвета в палитре, их оказывается не 5-6, их дохренища оказывается. Чувств, состояние их очень много. Да, эмоции, да. Эмоции, вот если говорить про эмоции, базовых эмоций всего 7. Есть такой ученый Пол Экман, и сейчас даже у нас в Меломане, везде продаются его книги, который разложил вот эти эмоции, он объяснил и рассказал, как они проявляются. Ну, в принципе, можно про это поговорить. Но состояний, производных от этих эмоций, их намного больше. И состояние чувств, ощущений каких-то. И да, это проблема, что люди, на самом деле, весь затык, вся сложность в том, что люди не искренне сами собой. Мы не умеем самим себе признаваться, что у нас есть какие-то негативные, условно-негативные ощущения, условно-негативные эмоции. И из-за того, что мы себе не умеем признаваться, мы и некачественно это транслируем другим людям. Да, да, да. А потом получается так, мало того, что мы некачественно это все делаем, мы некачественно транслируем, мы еще и некачественно интерпретируем поведение других людей. Да, это вот второе, когда понимать чувства твоего собеседника, либо другого человека. Мы покупаем не продукт, ну, если вот так вот говорить, а эмоции, которые мы получаем вместе с продуктом. Мы влюбляемся не в человека, а в то состояние, которое мы получаем рядом с этим человеком, если так вот очень упрощенно говорить. И вот опять же, и здесь очень важно понимать, что тебе сейчас необходимо. И вот если говорить про эмоции в чистом виде, вот у нас на НЛП целый модуль посвящен эмоциям, надо очень важно понимать, что не бывает позитивных и негативных эмоций, правильных и неправильных эмоций. Все относительно. Там, знаешь как, там даже не в плане относительности или неотносительности, а все эмоции нужны для нашего качественного функционирования. Даже агрессия. Да, агрессия, гнев, печаль, отвращение. То есть если брать антропологию, да, вот там наука развития человека, да, то вот этот вот тот же самый мамонт, да. Если вот взять там, к примеру, для чего нужен гнев? Для того, чтобы пойти, этого мамонта завалить, да, потому что ты с помощью гнева преодолеваешь страх. И этот гнев, к примеру, вот смотрите, вот мужчины, вы меня подтвердите, скажем так, да, когда вы голодные, вы очень злые. Да, вот этот гнев, он рождается, и ты когда голодный... Я, походу, часто переедаю, это означает... А этому ты добрый, брат. Да, да, да. Вот, надо тебе иногда в состоянии голода выть. Поэтому толстый, да. И получается, когда мужчина, ну то есть вот, вы можете даже поэкспериментировать, когда вот чувство голода появляется, появляется вот какая-то некоторая агрессия у мужчин. Вот, и получается так, что эта агрессия, она антропологически вот тому пещерному человеку нужна была для того, чтобы преодолеть страх, выйти из пещеры, пойти за этим мамонтом, там, несмотря на то, что вокруг очень много хищных животных, которые могут тебя убить, да, завалить этого мамонта, притащить домой. Та же эмоция печали, которая, ну, казалось бы, да, она негативная, но она нужна, потому что эта эмоция печали, она тебе показывает, она говорит, у организма села батарейка, надо подзарядиться, надо поспать, надо там что-то сделать, сделать рутинную какую-то работу. То есть это сигнал от организма. Да, это сигнал. Всегда с эмоциями рождается определенный коктейль гормональный. И то есть тело всегда на какие-то эмоции, оно определенным образом реагирует. Если мы не выпускаем эмоцию, то, соответственно, она выходит в болезнь. Ну, там, психосоматика, про которую там уже все говорили, напереговорили. Вот эта вот психосоматика, это вот после эмоционального интеллекта за мной идет все время, что-то слышу часто. Да. И вот получается так, что, ну, скажем так, вот этот гормональный коктейль, он, если качественно не реализуется, он оседает в болезни. И есть выбор. Реализовать его качественно, реализовать его деструктивно. Если деструктивно, то та же самая агрессия, гнев, то это драка, это ссора, это крик и так далее. Потом поломать, что-то разбить и так далее. Вот, вот, теперь, получается, я правильно рассказываю? Первый, типа, уровень или что, я все еще не знаю, это вот четко распознавать в себе эмоции. Да. Первое. Второе, это в твоем собеседнике, понимать другого человека, какие эмоции у него сейчас. Третье, это уже, ты когда понимаешь какие, ты их уже контролируешь. То есть, чтобы контролировать, надо правильно интерпретировать, то есть, трактовать себе и контролировать. И четвертое, это мисс, что-то, вот я забыл. Я даже бы сказала, не столько контролировать, сколько качественно управлять эмоциями. Потому что часто под контролем люди понимают, и многие люди, у них, что мы подавляем эмоции. Да, вот это вот, притвориться, что ты такой зайчик пушистый, что ты не злишься. То есть, не надо всегда давать. Нельзя, это вот, ну, то есть, если ты начинаешь, это сила действия, закон физики. Сила действия равна силе противодействия. Вот ты давишь, 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 оно потом в какой-то неконструктивной форме потом выливается. И люди воспринимают тебя как неадекватного человека. Потому что, ну, то есть, скажем так, тебя кидают каждый день вот там вот эту скрепку, да. Вот у меня был пример, у меня девочка позвонила мне с вот таким запросом. А, я думал, тебе кидали скрепку. Да, нет, она позвонила ко мне с таким запросом. Ну, то есть, каждый день на её границе наступали по чуть-чуть. И она терпела, ну, то есть, вот она из желания быть хорошей и вот создать вот это, показаться хорошей, да, она терпела и молчала. Ну, она говорит, ну, типа, зачем доводить до конфликта. Но в какой-то момент чаша переполнилась. И вот эта какая-то простая скрепка, ну, то есть, вывела её на скандал, она вот начала истерить. И человек, который в неё кидал скрепку, он подумал, она неадекватная. А, она такая, что за херня? Да, да, то есть, она начала истерить, она начала вот, ну, выражать это всё. И из-за того, что она выражала это неадекватно, ну, то есть, её... В смысле, она не могла, типа... Она уже не могла сдержаться, и она вот уже кричала, уже ругалась там и так далее. Либо второй момент, это может быть, да, в виде, там, ну, как правило, пока эта психосоматика уходит, ты начинаешь болеть. Обиды. Давление у тебя скачет, там, и ещё что-то. Подождите, а что, мы с жмахлом поняли уже наконец-то, да? Что такое психосоматика? Да, 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 просто... Психосоматика – это психологическая причина, повлекшая болезнь. Сейчас, ещё раз. Психологическая. Причина, которая я привела к определённой болезни. А, то есть, типа, что-то случилось, и у меня спина, этот, короче, заболела. Да, за каждой болезнью стоит психологическая основа. И вот физиология, конечно, это дело, там, медицина, вот эти все вещи понятны, да? Ну, то есть, она изучается ещё. Но вместе с тем, даже первопричиной является именно психологическое состояние. И многие вещи можно вылечить, там, даже не используя медикаменты, просто осознав вот эту внутреннюю причину у себя, которая приводит к тому или иному состоянию. И вот эта замечательная Луиза Хей, которая вот эту вот таблицу разложила, да, и она прям описала, расписала сетку, какая болезнь, какую причину психологическую имеет. И это true. Ну, в смысле, это правда. Это true, да. Это реально правда, это действительно работает. Я, на самом деле, в своё время даже делала эксперимент такой. Я взяла, ну, там, скажем так, я в детстве была болезненным ребёнком. И я взяла вот эту свою историю болезни, скажем так, и разложила её по периодам жизни, которые проходили у меня. И вот у меня вот все психологические причины, которые указаны, они все совпали. И сейчас у меня тоже совпадают. Если брать там, к примеру, поясницу, вот там заговорили сейчас о пояснице, да, если брать поясницу, то это финансовое беспокойство. Вот серьёзно? Если у человека, да, если у человека напряг с финансами, если у него какие-то, скажем так, говоря современным языком, думки, да, про финансы, то это отдаётся от поясницы. Сейчас у молодёжи это называется душаёб. О, мама меня. Я отстала. Такое вот недавно... Душаёбное состояние. Недавно у меня приятель даже рассказывал, у него там проблема была с ногой, да, он там, ему мануалист лечил ногу, и получается, он ногу нормально не мог поднять, и раз... В смысле, типа... Да ногу не мог просто поднять. Он парализован просто не мог поднять. Да, у него немножко ногу клинит, и получается, ему мануалист начинает там вправлять, массировать, и говорит, слушай, говорит, ну-ка попробуй, говорит, у тебя вроде должно быть, почему ты ногу не можешь поднять. Он говорит, попробуй, говорит, руки, пальцы, говорит, поставь сюда, и приподними колено. И бац, он руку так ставит, ногу поднимает, у него поднимается нога. Он такой, что за фигня, он говорит, это, говорит, тебе, дорогой приятель, нужно к психологу, к психиатру. К психологу, к психологу. Просто без руки, он не может поднять. Проблема в чём, да, он в детстве был чем-то сильно испуган, да, это же мимика у нас страха, это жест страха. Типа он сознал, а сознал, да? Да, поза страха, и поэтому у него нога поднимается. Вот, и получается, она может действительно у тебя там откладываться, не только, да, там, это в виде какой-то картинки, может, детстве, там, тебя в образ какой-то может осесть в голове, чего ты можешь испытать. А теперь, то есть, что ему, то есть, он, типа, когда играет в футбол, и когда надо мяч на лету поймать, ему надо теперь вот так поднимать? Нет, 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 вот так раз-таки, если ты идёшь к психологу, или хотя бы ты берёшь вот эту книгу по психосоматике, и вытаскиваешь оттуда вот там, допустим, проблема с коленом, там, допустим, там прямо сейчас в этом плане информация... Просто, просто прикинь, чтобы ему сесть на шпагат, ему надо двумя руками вот так прикинуть. Ладно, шучу, извини, извинись перед руками, если вам выйдет. Сейчас информация широко доступна. Это один из дешевейших ресурсов, да? Ты открыл интернет, забил там, вот, вот у меня там не сгибается колено психологические причины, психосоматики. Тебе выложили там Луиза Хэй, Лиз Бурбо, вот те, кто занимается вот этими всеми вещами, Синельников, да? И там тебе прям раскладку дают, каждый даёт вот свою интерпретацию, но она вот около-около, ну, то есть она вся рядом. Вот, и получается, ты берёшь эту интерпретацию, читаешь и начинаешь понимать, а где у меня? И если ты вот осознал вот эту психологическую причину и начинаешь менять своё поведение, меняться, да, то тогда вероятность того, что у тебя, ну, уйдёт твоя болезнь, она намного выше. И если ты даже не осознавая, ну, то есть ты понимаешь, что, да нет, нет у меня такого, но просто тупо начинаешь делать аффирмации, делаешь их системно. Подожди, подожди, мы же вновь не понимали, что такое аффирмация. Аффирмация – это повторение, да? Это определённое утверждение, убеждение, которое ты в себя встраиваешь путём повторения. Знаешь, раньше такой сериал был, бразильский, забыл, как он называется. Там был кто? Теобалду вроде, да? Кто не понимает, кто такой жмагл, это типа… Это Теобалду. Только из Кузлорды, да? Да-да-да, чувак из Кузлорды, который не может врубиться, что за вайп, что за труниоц, да-да-да. Нет, это классно на самом деле, потому что действительно многие люди, они даже не могут спросить, они стесняются спросить, да? Ну, то есть вот там те же зрители твои. И поэтому, когда ты уточняешь, конкретизируешь какие-то вещи, это хорошо. Потому что что вот мы сидим там, допустим, что для нас норма, там те же самые аффирмации, там на каком-то языке разговаривать, для кого-то это вообще какой-то птичий язык, который вот вообще непонятный. Это нормально. Да, ну вот я обратно своё мнение хочу пять копеек ставить. На самом деле я считаю то, что очень важно даже к какой-то болезни подходить со всех сторон. Конечно. Ну и ты подходишь, да, со стороны психологии, понимаешь там психосоматику, пытаешься выявить какие-то убеждения, да, которые тебя привели к той или иной болячке. Потом, естественно, ты должен понимать… Медикаментозно, да. Медикаментозно, да, ты должен… Традиционная медицина, а потом, я не знаю, ты понимаешь, там, если тебе руку отрубило, значит, нужно было соблюдать технику безопасности. Да, 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 анализ ошибок. Сидит без руки, давай, что у меня болит, в принципе, рука, то есть где тут психосоматика. Да, 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 но это, естественно, надо со всех сторон. Потом здравый смысл просто. Да, но просто вот опять же, многие люди, они… Вот что медицина сейчас делает? На самом деле медицина, как правило, она не лечит причину, она лечит симптомы. Да, даже вот если посмотреть рекламу, вот если вы прислушаетесь к рекламе, которая вот эти все ОРВИ, вот эти все антигриппины, вот эти все вещи, они говорят, снимает симптомы. То есть это временно убирает? Да, то есть она не лечит болезнь, она просто снимает симптомы, чтобы ты вот, ну, не чувствовал их. Головная боль, то есть таблетка от головной боли, она не лечит симптом, да, там, зажим какой-то сосудистый. Это значит, типа, возможно, поможет, но это не точно. Она просто снимает симптоматику, то есть ты не чувствуешь дискомфорта, вот и все. А на самом деле вопрос-то остается, проблема-то остается. И вот как раз-таки если ты комплексно, медикаментозно, и еще с психологической точки зрения, еще и с анализом вот этих ошибок своих, которые ты сделал, ну, скажем так, даже не ошибок, а опыта, потому что вот там, к примеру, у нас в НЛП мы говорим, что не бывает ошибок, есть опыт, который нужно анализировать для того, чтобы завтра поступать по-другому. Да, да, да. И затык многих людей, вот сейчас очень важный момент, я говорю, затык многих людей, что они копаются в прошлом. Вот если бы я так сделал, если бы я вот по-другому поступил, если бы я так сказал, если бы вот я вот это сделал или не сделал, да? И в этот момент они сливают свой самый драгоценный ресурс – время, сливают свои силы, куда? В прошлое. И, соответственно, они сливают эту дыру, которую, ну, смысла нет, которую, по сути, ты ничего не можешь сделать. И в этот же момент они стоят к будущему, как? Жопой, упопой. Совершенно верно. То есть пустое самокопание забирают. И потом удивляемся, что у нас в жизни всё вот через вот это место, которое ты вот и озвучил. Через попу. Да. Слушай, вот здесь отличная притча приходит на ум. Знаешь, здесь был один лучник, он был такой прям снайпер, снайпером. В общем, он всегда попадает в десятку и приходит, в общем, ну, типа своеобразный такой Робин Гуд, и приходит в какое-то селение и слышит то, что там есть какая-то девочка, которая прям вообще, ну, прям в десятку только и попадает. Мимо никогда не попадает. И он такой спрашивает, а где эта девочка? Что за девочка? И раз смотрит, но утром просыпается, оглядывается и смотрит, везде действительно мишени стоят, и стрелы прям на десятке, везде висят, там, на дереве, на стене, везде по поселению. Он такой раз достал девочку, спрашивает, слушай, говорит, как, ну, поделись, говорит, опытом, да, поделись своей экспертностью, как ты так делаешь? Вот я вот учился этому 20-30 лет, чтобы попасть, и то они всегда в десятку попадают. И она говорит, я сначала стреляю, а потом обвожу мишень. Вот здесь, на самом деле, идея та же самая. Это не копаться в прошлое, а извлекать, ну, из того, что есть, лучшее, да, вот, и идти дальше. Ты понял то, что, ну, вроде не та сторона, ну, а самый лучший вариант? Ну, пришел сюда, не туда, когда хотел. От этого теперь возникает вот как раз, получается, если мы понимаем, что есть такая-то такая ситуация, да, и если мы хотим, типа, в эмоциональном интеллекте, типа, развиться и так далее, нам надо научиться правильно трактовать себе эмоции. Правильно, смотри, ну, опять же, правильно-неправильно нет у нас, но вот я все время говорю, что неправильно-неправильно, и плохо-хорошо тоже не бывает. Вот это очень важный момент. Конструктивно. Так же, когда плохих эмоций, эффективно, конструктивно, выгодно для себя, скажем так, да. Вот эти, вот почему я фокусируюсь на этих градациях? Потому что вот эти градации, они больше индивидуальные, личные, да, а вот градации хорошо-плохо, правильно-неправильно, общепринятые нормы. Это общепринятые, которые часто вообще могут не соответствовать нашему внутреннему состоянию, нашему внутреннему восприятию. Поэтому гораздо лучше... Поэтому есть такие девушки, как Шаран, да, например. Гораздо лучше, когда... Я сейчас к этому хочу подвести. Да, сейчас о Шаран поговорим, да. Поэтому гораздо лучше, когда ты вот эти категории берёшь вот из разряда выгодно-невыгодно, эффективно-неэффективно, для лично, для тебя. Вот. И так, что мы говорили... Что-то я там... Мы ушли вот это правильно-неправильно. Не, извлекать лучше из... То есть было, в общем, чтобы зритель понимал эмоциональный интеллект. Первое – это понимание себя, понимание того чувака. Смотри, первое – это... Вот самое, с чего начинается, это понимание себя, понимание своих эмоций и анализ своего прошлого опыта. Из понимания, что это опыт, что это не ошибка, а именно опыт. Такой, ага, ну, сделали – сделали. Потом, третий момент, там, очень важный – это ответственность. Когда ты берёшь ответственность на себя, за свою жизнь. Потому что очень многие люди, они перекладывают ответственность за свою жизнь на кого-то. На родителей, которые там что-то сделали, нельзя. Начальника, там, каких-нибудь людей, которые там, мужчину, женщину, которые там сделали что-то или не сделали, там, бросили их или не бросили. И получается так, что у нас часто бывает так, что люди, они живут в иллюзии, что он такой зайчик пушистый, он такой хороший, прекрасный, а вот люди вокруг, они его обижают, там, унижают, там, раздражают, там, и так далее, и тому подобное. Я вот, знаешь, как раз насчёт этого, как это у меня выглядело. Я у себя внутри иногда такой ловлю себя на мысли, типа, о ком-то думаю, конечно, и начинаю его анализировать, да, типа, и такой, что-то он такой, блин, мне как будто этот человек недостоин этого, типа, как-то ему всё это легко удалось, я-то там что-то делаю, и так далее, и потом, опять, не знаю, через года его научился смотреть на это ещё с одной позиции, типа, Лужик, ты что, типа, завидуешь? Типа, зачем ты завидуешь, да, короче? Сейчас тебе классную вещь покажу, скажем, про зависть. И я такой начинаю думать, ну, смотри, то есть потом идёт анализ, короче, может он где-то тупой, да, может он где-то этот, но зато после анализа я понимаю, что этот человек больше дуэр, да, чувак, который, может быть, меньше дуэр, но больше делает, а ты здесь сидишь дохрена, типа, умный такой, типа, думаешь, но, скорее всего, ты меньше дуэр, чем он, поэтому ты, блядь, что ты себя здесь, короче, на... Анализ, вот у тебя классная стратегия, то есть ты вместо того, чтобы говорить, вот, как сказал Мапа-сан, мир принадлежит пройдохам, я такой прекрасный, замечательный, я сижу здесь, и ничего не получается, а вот он пройдоха у него получается, ты вытаскиваешь у него, стратегию, что он делает так классно, что у него получается, это классная стратегия, когда ты можешь признать это, ну, и когда ты это делаешь, это вот очень важно. Да, это даёт рост, оказывается, когда ты понимаешь... Да, потом ещё вообще зависть очень полезна. Серьёзно? Да, я учу своих ребят... Название, название, может, зависть очень полезна. Да, зависть, это прекрасное чувство. Презонансное название. Я учу своих ребят завидовать, потому что, вот, часто бывает так, что человек, он не знает, чего он хочет. Он такой, ну, вроде как, хочу, хочу. И из зависти можно вытащить, выкристаллизовать свои цели. Типа, эфстресс, да, короче? Потому что, когда ты завидуешь человеку, когда ты признаёшься в себе... Мы завидуем все, но мы просто не признаёмся. Нас научили, что завидовать плохо, и мы себе не признаёмся. И мы сидим такие, так же, как и лгать, в принципе, да? Нам же сказали, лгать нельзя. И мы такие, типа, не лжём. А на самом деле самим себе лжём. А хотя шёстко наяриваем, да, когда надо что-то... И когда ты признаёшься в себе, такой, типа, блин, я завидую, ты уже подсознательно понимаешь, куда ты хочешь, какая цель тебя вдохновляет. То есть ты хочешь быть на месте этого человека. И вместо того, чтобы... То есть, опять же, зависть можно направить на созидание, можно направить на разрушение. На разрушение ты говоришь, типа, вот он такой сякой, вот он козёл, да, чтобы ему пусто было, да? А на созидание как раз-таки эта вот та стратегия, о которой ты говоришь. Ты смотришь на него и думаешь, а что он такого классного сделал? Как он сделал, что он туда вот пришёл, да? И именно лучшее можно взять и интегрировать себя в свои действия. Просто, знаешь, это на самом деле критиковать каждый гораздо, да, там, обратно. А ты попробуй, да, да, да. Да, да, там история про парня, который пытался нарисовать картину, ровно то же самое. И ему, там, в первый день он сказал, нарисовал картинку и на площади оставил, и записка была, типа, сделайте, пометьте места, где я что-то сделал неправильно, либо некрасиво. И вот, на следующий день приходит, везде всё разокрашено этими красными, этими красками, типа, здесь неправильный комментарий, здесь можно было бы так лучше сделать, здесь красивее, можно было бы здесь оттенки не совпадают. А вот, потом расстроился, через какое-то время, через месяц обратно нарисовал, прям сильно готовился, ещё лучше сделал. Приходит обратно, столько же там красок, всё было расписано. Вот. И, в общем, перестал заниматься этим делом. Потом, ну, его учитель приходит, говорит, слушай, говорит, а теперь оставь, говорит, простой лист и попросить тех же людей, чтобы они сами нарисовали такую же картину. И, говорит, ничего не изменилось. На самом деле... Никто не нарисовал ничего. Никто ничего, да, да, да. Ни одной краски не потратил. Поэтому здесь критиковать каждый гораст. И в любом случае критикуют тех, кто делает, да, в первую очередь. Поэтому здесь... Да на всех не угодишь, это сто процентов. То есть мир разнообразный, взглядов много. И поэтому невозможно угодить на всех. И вот, ну, тоже у меня на канале есть видео на эту тему. Вот это вот чужое мнение. Да, мы всё время привыкли фокусироваться. Особенно у нас на территории Казахстана это очень сильно развито. То есть мы вот, что подумают, яд, да, вот эти вот вещи. Вот там, ой-ой-ой, страшно там и так далее. Очень много вокруг себя построили бы таких барьеров. Да, 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 общественное мнение. И поэтому человек ничего не делает. Ну, такой вот сидит, вот он на помпе ровно, несчастный, но сидит он, получается. Но при этом получается так, что часть людей, она будет за, а часть всегда будет против. Ну, вот я лишь рассказывал уже тебе, не помню, рассказывал или нет, про вот это вот мнение, про то, что хейтеринг, что не бывает, вот смотри, там, где твое внимание, там твоя энергия. Это тоже одно из правил НЛП. И получается так, что если человек тебе отдаёт внимание, неважно, позитивное или негативное, он тебе отдаёт энергию. Энергия не имеет окраса положительного или отрицательного. То есть весь вопрос в том, как ты ей воспользуешься. Вот вопрос, ну, там, те же селебрити, да, они все этим питаются. Это Бузова, да, вот это сколько у неё... Это вот как раз есть вот эта девочка Ширен, да? Да, вот эта Ширен, да. То есть вот опять же, как она воспользуется вот этой энергией, которую ей вот сейчас масса идёт. То есть это такая провокация. Да, можно сейчас я так тоже... Вообще сама ситуация Ширен выглядела так. То есть я чуть позднее, чем вся толпа узнала, короче, я посмотрел, девочка сфоткалась. Я такой, ну, ладно, какая-то девочка там что-то хочет, короче, там... Ну, и в натуре, если прямо честно сказать, я сказал, ну, какая-то ебнутая девочка решила, короче, похайповать. И всё, пропустил, и всё, забыл её, отпустил. А потом меня зацепила то, что... Реакция людей. Реакция людей, короче. Они начали там снимать видосы, мы против, короче, там... Я такой, опять, короче, да, то есть я опять пришёл к её странице и начинаю про неё узнавать, читать, смотреть. То есть визуально она привлекательная, да, но, типа, я же сказал, для меня она была, типа, такая ебанутенькая. Захожу, а у неё там такие видосики, а где она, знаешь, вот так, довольно конструктивно раскидывает некоторые моменты. Она очень хорошо рассказывает, там, объясняет вот это, типа... Она говорит, пока есть такие чуваки, как вы, да, мужики, там... Которые пялятся. Да, пялятся. Есть спрос, есть, да, предложение. Чё вы, короче, тут, это, типа, кино крутите? Так ты понимаешь? Я такой... Блин, она не ебанутенькая, она, в принципе, молодец, шарик. Не, держи, держи. Но её подход, вот, она энергию забирает у людей. Она провоцирует, да, она провокатор. И она действительно классно делает. Она провоцирует людей. И самое, что интересное, понимаешь, вот тот же комментатор, который вот диванный, который говорит, вот, вот, стыдно должно быть туда-сюда, скорее всего, вот тот же мужчина, там, моралист, он там со своего аккаунта смотрит, да? Два аккаунта. Да, а с другого аккаунта... Один свой, другой для жены. И ещё один момент, который я бы хотела отметить. Вот, понимаешь, вот эти хейтеры, они же тиражируют. Вот, получается, я бы про эту ширину никогда бы не узнала, если бы кто-то не написал из моих вот этих френдов фейсбучных, не написал на неё хейтерский пост. Ну, на самом деле, как это работает, да? Ну, опять, мы о ней говорим, но мы говорим... Чтобы разложить, да? Разложить, да, то есть разбор. Ага. Ну, на самом деле, как это работает? Это что обратно это задевает? Посыл какой? Задеть ценность. Почему мы реагируем? Потому что у нас есть ценности, да? Там, как каждый телефон, у него там своя операционная система. У айфона, айос, у... Андроид, Самсунг. Да, Андроид у Самсунга. Ровно так же у казахов есть кое-какие свои ценности, есть база. Операционка, да, уже внутри? Да, операционка встроенная. Ты мусульманин, ты там... У тебя девушки все... Ну, казашки, они должны быть все закрыты. Яд, пулат, вот эти вот все дела, они встроены. И нам родители постоянно об этом говорили. И все такое, что... Ну, все, что касается именно того, что задевает твои внутренние ценности и убеждения, а это идет в разрез, да, с большим количеством общества. Резонанс. Да, резонанс. 70% насильник казахов. Понятное дело то, что оно и поднимет резонанс. Поэтому здесь уже целенаправленно, мне кажется, в принципе, она об этом прекрасно понимает. Да, то есть у нее есть какие-то свои цели, и она понимает, как надо действовать, чтобы выкачивать энергию и в то же время... Совершенно верно. Она может быть даже неосознанно на это делает. Понимаешь? Ну, то есть вот она где-то нащупала неосознанно вот эту стратегию, и она ей пользуется. Так же, как вот есть люди, которые неосознанно разводят людей на конфликт. То есть такие провокаторы конфликта. И они такой, ну, там, условно, там... Дал затравку. Российский, да, который... Да, такой, он дал затравку, он такой вот закинул в человека, а человек отреагировал, ах, я такой... Ну, то есть вот я Алишеру говорю, Алишер, а ты вот такой-такой, ты вот вообще так не очень, да? Это тот чувак, который брата Мишна, мать не... Да-да-да-да-да-да-да. Е-мое, ну, капец, тебя опустили, да? Да-да-да-да-да. А тот человек такой, я такой, а ты вот еще... Ну, то есть он ему отдает. То есть этот ему, скажем так, вот... Да, вот если низкий эмоциональный интеллект, он не сделает разбор, да, и он такой попрется. Да, да, и он вовлекается. И мало того, что он здесь вовлекается, он еще уходит и думает, блин, а что я так не сказал? А надо было еще вот так ответить. И вот так вот надо было ответить. И получается так, что вот он еще какое-то время откачивает энергию. То же самое бывшие, ну, скажем так, любимые люди, да? Вот есть прям стратегия, то есть и у парней неосознанная часто, и у девочек. То есть девочки страдают, вот у меня девочки часто. Вот, когда я уже успокоюсь, там вроде как отойду, и вот он опять нарисовывается. Почему? Привет. Да, да, это вот как вот тоже... Не спишь? Да, 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 да. Да, 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 да. Это вот в этом, квартеты, как это называется? Четыре часа утра. О чем говорят мужчины? О чем говорят мужчины? Он же говорит, типа, вот я ей пишу 150 смс, и как только я успокаиваюсь, она говорит, снег идет. Ну, то есть вот это вот. И что происходит? На энергетическом уровне вот этот вот человек, он чувствует, что кранчик перекрыли, и он снова возвращается для того, чтобы растеребить это все. А потом, когда он почувствовал, что все, кранчик снова открыт, он сразу снова ушел и на полгода пропал. В туалет захотелось. Подожди, что за кранчик? Энергетический кранчик. А, вот так ты вытащил? Да, а то я в воде не было. Энергетический, энергетический. Ну, то есть вот он присосался, как только ему перекрыли кислород, он нарисовался. Потом опять ушел в тень, в небытие куда-нибудь там свои дела делать. И часто бывает так, что я девочкам этот процесс объясняю. Я говорю, понимаешь, ты пока вот ты вздыхаешь о нем, он идет, цветет, пахнет, растет на том, что ты о нем думаешь. И сначала девочки мне говорят, я его люблю, опусти. Опусти, пускай вот там он будет. Да, девушки же оказываются в этом мастера. Пострадать. Да, еще напридумывать какие-то там. Да, 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 да. Потом, ну слава богу, знаешь, потом они через неделю ко мне приходят и говорят, ты знаешь, нет, вообще-то мне жалко. Жалко парня? Нет, себе жалко, ему энергии жалко. И она начинает включаться, то есть она начинает понимать, что от того, что она сливает это все туда, ну представляете, она время сливает на то, что она о нем думает, да? Силы сливает, и получается так, что она себе, о себе что? О себе не остается. Те же самые хейтеры, вот вернемся. То есть она начинает жалеть себя? Нет, смотри, когда она, вот она думает о парне, она лежит там, мечтает, она там, я вот одной девочке спрашиваю, я говорю, сколько вообще в часах ты думаешь про парня? Ну вот про вот того, не сбывшую еще свою любовь. Она мне говорит, ну примерно полдня. Вот представляете, она живет. У нее встроенный. В айфоне, сколько времени в ютубе сидишь? Да, да, да. Берег. Вот понимаешь? Два часа. Семь, пять часов пострадала, и все. Да, да, понимаешь? Представляешь, это время, которое ушло в никуда. Она за это время могла язык выучить, могла там, ну словно попу накачать, могла там что-то сделать, какую-то профессию освоить, да? А она там полнестадает. О другом парне подумать. Да, о другом парне подумать. О себе подумать в первую очередь, да? Помедитировать. Нет, она вот сливает эту энергию туда. И получается так, что она о себе ничего не остается. И возвращаемся к вот этим хейтерам, да, которые вот там гневные вот эти комментарии. Вот он сливает свою энергию, и часто бывает так еще, что он сливает свою энергию, типа он же сказал, вот это ширин такая-сякая. Он же типа возвысился еще. Он же такой моралист правильный. Ну, утвердился своих убеждений. Показал. Так нет, знаешь, не то, что даже утвердился. Многие люди, они пишут вот эти посты, ну, там вот эти комментарии, чтобы, знаешь как, вот он к кому-то там какой-то знаменитости зашел и написал, вот ты такой сякой. Ты там условно мудак, да? Ты там вот недавно Павел... Ой, это не Павел, а Рева, как его зовут? Александр Рева тоже говорит. Ну, там ты мудак, ты говно, там ты еще чего-то такое. И он думает, что он из-за того, что он это сказал, он возвысился. Он такой вот себе такую галочку поставил, я вот сказал. Попробуйте что-нибудь написать. Да-да-да-да-да. И получается так, что он слил время, слил энергию и думает, что он такой крутой. Но на самом деле он нифига не делает. То есть он где сидел, там сидел на этом диванной комментаторе, не просто так называется. Он где сидел на своем диванчике, у него ничего не изменилось. И вот вместо того, чтобы на кого-то обращать внимание, кого-то хейтить, что-то кому-то там говорить, доказывать, ну там объяснять, да, лучше вот на себя энергию потратить. На самом деле я назвала одно видео «Никогда никому не помогайте». Провокативно. Это такая провокация, да. Но вместе с тем, что провокация, частица «не» у нас вот в бессознательном не считывается. В бессознательном все равно откладывается. Помогайте, да. Я помню, ты мне объяснял, я так и не понял, но окей. Ну не важно, да. Потом я еще раз объясню. Что интересно. Люди, они даже три секунды не прослушали, что там вот в этом видео говорится. И они оставляют свои гневные комментарии. Жечь, да, сразу. Да, там они «Жечь, ты дура такая!» и так далее и там подобное. И из трех тысяч комментариев, которые у меня сейчас там на этом видео, две с половиной тысячи комментариев – это вот эти хейтерские комментарии. Да, вот там «ты такая-сякая». Причем, ну понятно, что люди, если бы они хотя бы пять минут прослушались, да хотя бы три минуты, они поняли, о чем видео и почему такое название и так далее. И, но благодаря этим комментариям, у меня на этом видео больше 600 тысяч просмотров, и именно вот с этого видео пошел вот этот рост, получается… Благодаря этим чувакам, которые не понимают, что в чем… Да, совершенно верно. Смотри, теперь, что именно вот ситуация, например, Шерен и так далее. Да. Что, то есть, какая позиция, какую позицию должен принять человек, чтобы не просто так там тратить время и помогать вот этому хайпу или же наоборот. То есть, помогать не знаю. То есть, что должен сделать человек? Вот смотрит он, а он такой, ага, ладно, понял, а что мне надо сделать? Игнор. А когда вот, знаешь, вот задевают какие-то твои ценности конкретно, да, вот реально опять операционка и так далее, то есть, я подвожу это, тема с карагандой, да, то есть, там люди поднялись, короче, то есть, опять же, да, там, этот… Там множество, да, факторов. Случилась вот эта ситуация, да, там очень много разных по идее этих… Во-первых, да, там непонятно, не будем разбираться, что там случилось, но если поверхностно говорить, почему резонанс, как мне кажется, это получило, во-первых, у народа немножко все-таки наболело. Нужно охоты было нашим мужикам что-то высказать, что-то сделать. Вот, вот, сложно на данный момент конкретную какую-то позицию принимать и говорить что-то касательно критиковать государство. Ну, мы напуганный народ, по идее, да? Это факт. Ты не можешь откровенно держать свою позицию, вот. Поэтому, как только, да, у тебя все-таки это копится и появляется энный повод, это не государство, это еще, это какая-то шарун, либо случай там в Тараганде в каком-то ресторане, то, естественно, ты можешь вылить вот эти все свои эмоции, во-первых. Во-вторых, действительно, оно тебя задевает, да, там, в душе… по… как его… Твои ценности сильно задевает. Тебе там вопрос жизни уже… А у тебя это давно накипело, а ты не знаешь, куда вот это все вылить, да? Да, да, да. Потому что у нормального человека, да, который занят своими делами, у него график хороший, то он, в принципе, об этом не задумывается. Он увидел, ну, окей, ладно. Как бы, из-за того, что он что-то пойдет, напишет какой-то комментарий, либо на какой-то митинг пойдет, в этом мире особо ничего не изменится, по сути. А вот. Ну, к сожалению, да, это, во-первых, как сказал, накипело, вот эмоциональный интеллект, то, о чем говорили, во-вторых, это задевает ценности. Мне кажется, это примерно вот так, да? У тебя, короче, не хватает духа что-то сказать государству, да? Но, в принципе, ты можешь сказать что-то Шерен, короче. Да. И ты вот такой, вот эту всю обидку, короче, отправляешь Шерен, ты отправляешь другим ситуациям. Я не знаю, то есть, там надо, не надо, то есть, я не говорю, что что-то там правильно, нет. Просто ты туда это все направляешь, и все внимание уходит туда. И в то же время это довольно хорошо для государства, потому что все, что надо было потратить энергию, они туда потратили, и мы, как бы, типа, для них это хорошо, да? 100% государству выгодно, чтобы у большинства был, ну, там, условно низкий, ну, если говорить об эмоциональном интеллекте, да, условно, ну, не то, что эмоциональность, низкая осознанность, да, скажем так? Да, да, вот осознанность, да. Низкая осознанность, потому что ими легко управлять. То есть можно растратить их энергию на вот какие-то, там, на Шерен, на какие-то другие, там, в Фейсбуке очень много, там, каждый день вот инфоповод, да, появляется, который, там, позволяет нам потратить свою вот эту энергию и внимание, да, и, соответственно, отвести фокус от других ключевых ситуаций. Вот, к примеру, этим пользуются все политики, пользуются испокон веков. К примеру, если брать, там, Древнюю Римскую империю, да, вот вспомните, пока Древняя Римская империя вела завоевательные войны, государство было стабильным и процветало. Процветало оно, конечно же, из-за того, что при приносилось вот это награбленное и вот эта внутренняя агрессия, которая была у народа, там, внутренняя энергия, да, она распространялась на другие государства и, соответственно, внутри государства было тихо и спокойно. Как только Римская империя перестала, ну, вот эти захватнические, ну, там, снизила, скажем так, активность в захватнических вот этих сражениях и, соответственно, начала вариться вот в этом собственном слое, она начала распадаться. А, то есть начали друг друга хавать, да? Америка. Если брать, вот, недавно где-то видела фотографии, там каждый президент, и напротив него какая война была при этом президенте. То есть Иран, Ирак. Стабильно, как война будет. Да, вот направление вот этой агрессии народа, да, на какого-то внешнего врага, для того, чтобы вот здесь и сейчас ты мог этим народом управлять. Ну, то есть это стратегия, которая работает там везде, в любой среде. Ну, и с другой стороны, когда выражают какое-то недовольство и так далее, да, все любят отвечать не нравится, не смотри, да? Но, в принципе, это отличная теория. Если тебе не нравится система, в которой ты находишься, мы же все создаем экосистему, да? То можешь сменить эту, лучше, либо смени эту систему, либо подстройся под нее, апгрейдни какую-то частичку ее, да, вот. Меняй себя. Либо прими, либо измени, да? Совершенно верно. Но там еще, смотрите, такой момент. Вот мы не можем изменить систему, ну, то есть один в поле не воин, но мы можем изменить себя. И вот очень важный шаг – это понять и принять тот факт, что мне надо менять себя. Потому что многие люди, они вот, вот там государство, вот там президент плохой, там какой-нибудь начальник плохой и так далее и тому подобное. Но если этого человека поставить на место того же начальника, на место того же президента, ну вот не факт, что он не будет стоять своих родственников, не факт, что он не будет воровать и так далее и тому подобное. Да, потому что там выстроена, во-первых, экосистема, да, там он не один человек, который эту систему выстроил. Да, да, у самого, да, ментальность вот этого. И при этом, если ты будешь менять себя, то вероятность того, что твоя экосистема изменится, и она как круги по воде повлияет на что-то, она намного выше. Есть даже такая притча о том, что был такой священный служитель, и на его надгробе написано. Сначала я, отучившись в духовный семинарий, вышел в мир и хотел изменить весь мир. Я работал, положил очень много сил для того, чтобы изменить весь мир. Потом я понял, что мир изменить невозможно, я решил сузиться до территории своей страны. И начал, положил много сил для того, чтобы изменить страну. Но страну я тоже не поменял, это система, как ты, Эльшир, говоришь, это сложившаяся экосистема. Потом я решил сузиться до размера своего города, и тоже ничего не получилось. Потом я сфокусировался на семье, и только к концу жизни я понял, что нужно менять себя. И как только ты начинаешь менять себя, все остальное начинает потихоньку. Так, я бы хотел... Ё-моё, тихо, тихо. Вот как раз она с Караганды. Я вот этот момент хотел прояснить. Ё-моё. Люди не подумали, мы когда только что общались, мы замешали тему Шарын и Караганды. Но на самом деле важность этих тем, две разные вещи, где-то идет про жизнь человека, а где-то про хайп и так далее. Как правильно реагировать теперь? То есть, как правильно понять... Подожди, не как правильно понять. Как простому народу принимать информацию. На Шарын и как качественно реагировать на... Да, то есть, человек понял то, что нельзя давать энергию, да? Да. Типа, надо принять позицию игнор. Это, скорее всего, больше подходит про Шарын, да. А там, когда речь про человеческую жизнь и так далее, там что правильнее, какую позицию понять? Бро, мне кажется, на тот момент, естественно, нельзя быть совсем равнодушным, да? Ну да, да. Естественно, если ты видишь то, что что-то идет неправильно, у тебя есть право об этом высказаться. На демократии же у нас. Ну да. В любом случае, лично мое мнение, лучше сосредоточиться на тех вещах, там, и без нас. Мы увидели то, что большой резонанс, много людей уже вышло. Ну, ты видишь то, что митинг, ну, в принципе, и без тебя справиться, да? Лучше концентрироваться на тех вещах и давать энергию на те вещи, которые тебе будут давать рост, да, дальнейший. Вот. Очень-очень много различных тем, на которые можно тратить время, вот, инвестировать время, так скажем. Можно я сейчас еще добавлю, значит, до финалочки? Вот еще дополнение к этому, как реагировать, там, допустим, на вот этот каргандинский конфликт. Вот, знаете, знаешь, у меня еще дедушка, он говорил в свое время, вот ты можешь что-то изменить? Ну, вот реально, вот какой-то вклад нести и что-то изменить. Меняй и делай. Не можешь, ну, зачем, вот, на это, вот, как вот Оле Шарков говорит, ну, лучше ты займись собой. Стань более образованным, стань лучше, более информативным. Там, измени свою среду и таким образом повлияй на общественность, да, чем, вот, там, скажем так, тиражировать вот этот вот случай и вот там брызгать слюной, да, от того, что там произошло. Да, это же вся вот эта философия, на казахском это называется хуавирме джайдан джай, короче, да. Типа не трать просто так энергию. Моя позиция примерно такая, как, скорее всего, человек должен смотреть на эту ситуацию, мне кажется, я как сам смотрю, благодаря, опять же, своей осознанности, да, не стать инструментом подстрекательства. То есть четко анализировать ситуацию, если ты для себя четко принял и понял, что надо там что-то действовать, действуй не вопрос, просто главное, подойди к этому рационально, осознанно, сделав разборку. Еще вот один момент, вот в конфликте всегда две, а может быть и три, и четыре стороны, да, и вот почему мы вовлекаемся и как мы вовлекаемся в конфликт, да, мы глядя только на одну сторону, то есть вот там выбирая сторону казахов, которые там вот, у которых накипело, и они там вот это все, и у которых там жертва есть, да, ну, то есть вот пострадали. Да, 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 да. Выслушав версию жены, она говорит, да, вот он у тебя такой сволочь и так далее и тому подобное, но она при этом не выслушала версию мужа, может быть там жена как-то вот себя вот там, у нее стратегия была какая-то некачественная, да, и получается так, что вот мы часто вовлекаемся как спасатели, да, вот в этот треугольник Карпана, тиран, жертва, тиран, спасатель, да, и потом еще и за это огребаем самое страшное. Знаешь, на эту ситуацию как парень, да, я смотрю вот ситуацию с подругами, да, то есть, например, у меня была бывшая, да, есть же типа пацаны запрещают своим девчонкам общаться с подругами, короче, то есть мы же не хотим, то есть, почему это происходит на самом деле? Если чувак понимает, что подруги рядом тупые, то есть мне нужно через алкоголь расслабиться, мне самому эта идея не нравится. Вот у девочек есть запутка, особенно, знаете, девочек, которые живут на мегаполисах и начинают зарабатывать сами, вот он начинает развиваться после 25, она такая решала. Я говорю, вот зачем вы ищете, потому что кто ищет, тот всегда найдет. Если ты ищешь, что тебе парень изменяет...